МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Невменяемости – коронный прием, изобретенный КАМО. Позже этому будут обучать агентов-нелегалов НКВД. Личность девушки и ее дальнейшая судьба – загадка. Она сыграла свою роль. Дала следствию ложный след и вывела из-под удара того, кто стоял за организацией одного из самых кровавых налетов – Иосифа Сталина. Свой первый срок он получил за участие в демонстрации. В Батумской тюрьме уголовников использовали для ломки политических. Метод, который позже возьмут на вооружение в сталинских лагерях. Но сломать тщедушного 20-летнего подростка не удалось. Непостижимым образом Сталин вскоре подчиняет себе самых матерых воров. Всякий, кто не признает его власти, становится жертвой жестокой расправы тех же уголовников. Именно во время первой отсидки он берет себе кличку «Оба» и, не отсидев до конца, совершает победу. На воле у Кубы достаточный авторитет, чтобы разобраться с недовольными. Ему подчиняется Кавказская боевая группа – ударный отряд, созданный на основе боевых дружин. Этот партийный спецназ появился во время восстания 1905 года. Требования к боевикам предъявлялись самые высокие. Каждый должен уметь управлять лошадьми, паровозом, владеть огнестрельным оружием, знать анатомию, чтобы наверняка действовать ножом. Незадолго до ограбления в Тифлисе жертвой налета стал Варшавский коммерческий банк. Грабитель, представившись социал-революционером, потребовал денег для партийной кассы. Директор просил обождать и незаметно отсылает курьера к местным подпольщикам. Вскоре в банке появляются два боевика из местного комитета партии. Экспроприатора отводят в отдельную комнату, зачитывают приговор и убивают из револьвера. Созданную втайне от партии для добывания средств. Об этой организации нет ни слова. Ни в кратком курсе истории ВКПБ, ни в Большой советской энциклопедии. В составе тройки сам Ленин, Леонид Красин и Александр Богданов. Технической боевой группы Леонид Красин. Именно он организовал в Петербурге военно-техническое бюро партии. Его агенты прямо в лаборатории Адмиралтейства готовили взрывчатку, которой снабжались боевые дружины. Для обучения бомбистов была создана инструкторская школа в Финляндии. В партийной инквизиции довольно быстро удалось выяснить, что ни анархисты, ни эсеры в налете не участвовали. Кобу вызывают навстречу, чтобы выяснить, кто отдал приказ о налете на инкассаторов. Эту тайну Коба раскрыть не может. Договор с ленинской коллегией трех – слишком опасный секрет. Он все берет на себя. Тифлийский комитет исключает Сталина из партии. Сообщение об этом отправлено в центр. Сталин поспешно исчезает из Грузии и залегает на дно. Департамент полиции получает донесение глубоко законспирированного агента. В Баку готовится ограбление почтовой конторы. Причем по той же схеме, что и в Тифлисе. В руки полиции попадает сам Коба – беглый преступник, подозреваемый в тифлисском грабеже. Казалось бы, полиции достаточно поднять досье охранного отделения, чтобы надолго отправить налетчика в тюрьму или сгноить на каторги. Шаумян знал о тифлийских приключениях Кобе, но он ничего не знал о секретной коллегии трех и тайном договоре Ленина с Кавказской боевой группой. Коба понимает – для успеха предприятия необходима поддержка или молчание местного подполья. Точнее, молчание Шаумяна. После ареста Степана Шаумяна в подполье уверены – Коба связан с полицией. Ему припоминают и разгром типографии, который совпал с его появлением, и вольное обращение с партийной кассой. И прежде правили в городе вынуждены потесниться. Пытаясь отделаться от Кобы, знаменитые нефтяные короли-братья Нобель даже нанимают, как сказали бы сегодня, бандитскую крышу. Они просят одного из самых авторитетных Гочи решить вопрос с революционным рэкетом. Говоря воровским языком, бандит забивает стрелку. Однако встреча заканчивается в пользу Кобы.